Ребят, всем привет! И сегодня я для вас снимаю видео про мой ежедневник, так что если тебе интересно, то оставься со мной и поехали! Лишь бы всё не грохнулось! Мой ежедневник выглядит вот так, он такого нежного персикового цвета с персиками. Единственное, что меня очень смущает, это вот это вот. Что это такое, я не пойму. Видите? Это непонятно. Странички у него вот такие, цветные. Очень прикольные. Купал я его в магазине Марвин, и тогда мне он очень нравился, и сейчас не очень. У меня ещё стикеры лежат. У него тут есть странички в линейку, пустые странички и странички в клеточку. Давайте начнём смотреть первую страницу. Открываем, тут такой разворот красивый. Делала это, конечно, не я, а это так уже было, но всё же это очень красиво. Следующая страница. Тут моя фотография и две наклеечки, и также какие-то рисунки. Начала вести я этот ежедневник в ноябре. И вот тут, по-моему, это начало каникул. И кто смотрел мою неделю влогов на каникулах, кто знает, что я тогда была печеньку из фильма «Игра в кальмара». И вот я эту штучку себе оставила. И раньше я писала свои дела и рисовала точечку, а потом я закрашивала текстовый делитель. И вот так вот всё расчерчивала. Тут то, что мне нужно было купить. И вот я много всего купила. Это из косметики, духов и уходовой косметики. И тут начался ад, началась школа. Вот. Ничего интересного нету. И дни я каждую неделю закрашивала разными текстовозлителями. Тут голубой, там был фиолетовый. Тут у меня склеенные страницы. И тут идеи для видео. Надеюсь, вы там ещё не увидели. И тут наклеечка «Аллергия на тупых людей». Не на меня, а не на чипать. Далее тут начался декабрь. И у меня вот такая красивая картиночка. Первое декабря. И такая наклеечка с кофе. И тут такой нежный голубой цвет. Далее книги, которые я хочу прочитать. И фильмы, которые я хочу посмотреть. Вот тут книги, которые я уже читала. Я их начала текстовый делитель. И сериалы, которые я уже посмотрела. Посмотрела очень мало. Дальше. У меня такой фиолетовый разворот. И тут я решила не рисовать кружочки, а прям выделять текстовый делителем свои сделанные дела. Потому что точечки если не видно, и это не так ярко смотрится, а так прикольно, мне кажется. И сандэй, воскресенье 12 декабря, годовщина моих родителей, я вот так оформила. Думаю, вам видно, надеюсь на это. Но ничего не написала. А тут я болела. Далее. 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 Очень красивый тоже разворот. Тут, наверное, в манты я ничего не написала, поэтому просто наклеила наклеечки. Тут тоже все выделила, разные наклеечки. Дерим. Прикольные. И вот еще, вот эта мне страница безумно нравится. Это 31 декабря. Вот тут вот оно. НГ. Разные наклейки с помадами. И вот такая наклеечка. Далее. Это январь. Я нарисовала вот такую картинку. И тут список моих желаний. И я надеюсь, что вы их не увидели. Ой. Короче, ладно. И тут тоже первые дни января, которые в Казахстане начались не очень хорошо. Кто знает. И поэтому я не стала ничего писать, потому что я весь день сидела дома. И даже дистанционных у нас не было, потому что отключили интернет. И вот поэтому я сюда ничего не писала. Потому что было явно не до этого. Ну и вот тут я начала 17 февраля. Ой. Января. Ой, простите. Тут у меня тоже много наклеечек. И тут, посмотрите, все дни разного цвета. Это безумно круто. Мне нравится. Все такое яркое. Прям очень круто, я считаю. Далее. Это мои цели. Тоже надеюсь, что вы их не увидели. Просто я хочу, чтобы кто-то видел мои личные записи. Далее начался февраль. Тут у меня была другая картинка нарисована, но она мне жутко не понравилась. Поэтому я нарисовала на листочке новую картинку и приклеила. Как-то так. И тут 17 февраля я пыталась как можно ярче выразить эту дату. И вот. Тут началось все. Тут тоже я разные цвета с твоими детьми выделяла. И тут такая наклеечка и деться пленочка. И вот. Тут у нас 14 февраля, 15, 16, 17. И тоже кто-то знает, я ломала руку. И поэтому вот это все я писала, знаете, когда? Наверное, 5 марта, потому что мне только 3 марта сняли гипс. И я хотела, чтобы у меня вот эта праздничная неделя была вся такая яркая. Но в итоге... Все, пока, сказала мне моя рука. Ну ладно, и тут больше всего наклеечек. А почему тут написано март? А, нет. Кажется, я вам набрала честь. Это, короче, так как я ничего не писала в той неделе, когда у меня был день рождения, я решила наклеить наклеечку март и писать тут уже вот с 14 марта. Вот. А то я думаю, что это такое? Вот. И тут у меня наклеечка Диор. Вы думаете, что это какая-то рандомная наклейка? Ну, это наклейка из наклеек Диор. И цепляночку. Далее тут просто такой разворот. Тут мой сон. Он какой-то очень-очень странный. Не читайте его. Вот. А на этой странице я напишу какой-нибудь свой следующий сон. Вообще, мне сны очень редко сняться, поэтому... Вот. И вот с марта я начала вести немножечку по-другому свою неделю. И вот так мне намного удобнее ее вести, нежели вот так. Видите, различия, да? И еще плюсы. У меня тут есть отдельное окошечко для моих планов на эту неделю. И это еще удобнее. И теперь я еще опишу не только число, но еще и то, во сколько мне нужно встать. Я рисую вот такие вот типа часики и время, в которое я должна встать. И тоже все выделяю текстовыделителем. Те дела, которые я сделала. Вот. Следующая. Картиночка. И тут у меня будет типа такой-то, что... И вот тут нижний цвет. На следующей неделе он у меня идет наверх. Вот так. Тут у меня все биридовое, а тут... Ну, фиолетовое. И тут почему-то я ничего не ответил. Ну, ладно. Тут у меня тоже цепленочек. В те дни, когда я ничего не записала в ежедневнике, я просто клею наклеечки. Не знаю. И вот тут вот уже незаполненная неделя. Еще незаполненная. Ну, я ее уже разрисовала зато. А я не должна случайно продлиться. Ой, ей кажется глупенькая. И вот всегда у меня тут восемь окошечек. И вот восьмое я клею на плечик планы и записываю туда свои планы. И сейчас я вместе с вами кое-что-то делаю здесь. Как можно заметить, то, что вот в самой первой неделе, когда я начала оформлять вот так, у меня еще вот тут шла полосочка. А на вот этих двух почему-то ее нет. Так что давайте ее продлим. И вот тут не нужно корректором замазать, потому что я что-то тупанула. Кстати! Вот я сделала. И сейчас я вам покажу следующую страничку. Супер-мега-красивая страничка. Май! Прикиньте, уже через неделю май. Офигеть. Просто посмотрите. Мне кажется, это самая красивая вот картинка. Сейчас я вам все покажу. Май, февраль, январь, декабрь, ноябрь. Мне кажется, самая красивая это май. Не знаю почему, но мне больше всего нравится. Мне кажется, красиво. И вот в календариках я обычно отмечаю самые важные дни, там чьи-то дни рождения или какие-то важные праздники. 7 мая. Это не то, что 7 мая, типа, а день рождения моей подружки. Поэтому я его отметила. Вот, и было бы хорошо заполнить эту недельку. Наверное, мы сейчас так и сделаем. Пишу я обычно стирающимися ручками, потому что мне, во-первых, удобнее всего, а во-вторых, если что-то поменялось из моих планов, то я могу очень легко это исправить. Класс. Это, например, от Эрик Краузер. Надеюсь, я правильно говорю. У меня есть пару текстовы делителей. Вот этими тремя я пользуюсь постоянно. В моем же дневнике вы могли увидеть эти три цвета. Они мои самые любимые. У меня есть вот такой желтенький от Стабила. Он открывается вот так. Вот такой вот у меня есть какой-то текст выделитель от фирмы Faber Castle. Когда у меня еще не было Стабила, я пользовалась им. В принципе, тоже неплохой, но Стабила мне нравится больше. А этот такой более темный цвет. Эти более пастельные. Мандэй. Мне нужно подпроснуться. О, кууу, ручка не пишет. Ладно, не запомним мы с вами эту неделю. Но ладно. Ну и, в принципе, это весь мой ежедневник. Ничего интересного в нем нету. Веду я его почти стараюсь каждую неделю в него все записывать. Но не всегда это получается, потому что я забываю, у меня нет времени. Ну, как-то так. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, подписывайся на мой канал. А я тебя очень люблю. Пока-пока.